Ко мне присоединяется аналитик Джеймстаун Фондейшн Ксения Кириллова. Ксения, приветствую. Добрый день. Прежде чем мы пойдем дальше, все-таки хотелось остановиться на Евгении Пригожине и на тех заявлениях, которые он последнюю неделю делал. Я вот шучу, говорю, что он стал моим любимым блогером, потому что та истерика, которую он показывает внутри, получается, российских властей, внутри всей вот этой машины, которая военная. А, кстати, Пригожин является самым говорящим человеком в этой всей войне. Так вот, эта истерика, конечно, дает большое удовольствие наблюдать за всем, что происходит. Мой вопрос самый главный, почему Пригожин позволяет себе это или кто ему может позволять? Ну, смотрите, я боюсь, точнее, даже не боюсь, я просто констатирую, что, видимо, к этому идет. И многие это отмечают, что, ну, это закономерный итог ставки на вообще ЧВК, на частные военные компании. То есть, собственно, и Михаил Ходорковский уже целый блок этому посвятил видеоблог, что да, государство утрачивает монополию на силу, да, государство превращается в Сомали. То есть, мы тоже эту тенденцию давно отмечаем, что те, кто за путинский режим рискует жизнью, собственно, начинают гораздо более активно отстаивать свои права. То есть, самые опасные для режима сейчас вот эти вот идейно заряженные радикал-патриоты, особенно те, кто уже держали в руках оружие, те, кто возвращается сейчас с фронтов. И эта тенденция на самом деле появилась еще в 2014 году. То есть, у меня тогда были опасения, что государство не сможет контролировать боевиков, возвращающихся с Донбасса. Но тогда не было этой массовой ставки на ЧВК. То есть, эти боевики все-таки не были организованы как-то в нерегулярной армии. Их где-то утилизовали, где-то их выслали обратно, где-то их слили. В общем, каким-то образом эту проблему тогда рассосали. Но сейчас военизированные формирования, они же делают не только в Пригожине, они действительно растут, как грибы после дождя. То есть, например, уже «Газпром» создает свое ЧВК, появилось ЧВК, ведут. То есть, на самом деле, все больше и больше людей в российских элитах и в бизнесе понимают, что отстоять себя и свои интересы в этой стране можно только с опорой на силу. То есть, ты станешь более-менее значимой фигурой и сможешь как-то себя защитить, если у тебя будет свое ЧВК. Говорят, уже ФПЦ о своем ЧВК задумывается. То есть, государство утрачивает монополию на силу. И действительно идут вот уже эти разборки между ЧВК и регулярной армией. Но при этом ЧВК все равно зависят от государства. Правильно я понимаю? То есть, деньги же, которые они получают, идут из кармана государства. Они зависят от государства. Более того, это путинская любимая стратегия, разделяя и властвуй. То есть, он, как человек, панически боящийся за свою власть, он всю жизнь не допускает усиления ни одной из группировок. То есть, он позволяет группировкам жрать друг друга, оставляя себе роль верховного арбитра, чтобы каким-то образом балансировать между ними. И это ему всегда удавалось. Давайте вспомним разборки между ГРУ и ФСБ. Потом, когда появилась Росгвардия между Росгвардией и ФСБ, мы слышали, что они периодически сливали друг друга. Вот то, что сейчас Пригожин предложил украинцам, да, в обмен на уход из Бахмута, там, в секретную информацию, да, вот сейчас. Появляется информация об этом. Ведь раньше, например, ходили слухи, что к провалу агентурной сети ГРУ причастна ФСБ. Это было еще до полномасштабного вторжения, еще несколько лет назад. И мы не слышали, чтобы кто-то вообще понес ответственность за эти сливы. Если мы посмотрим, там, тот же центр досье, да, как они лихо сливают друг друга. То есть это всегда российской властью позволялось, всегда позволялась вражда между группировками. Естественно, все они кормились от государства. Естественно, без участия государства они не существовать, все не могут. Но вот эта ставка, которую делал Путин в мирное время, в условиях войны, она чревата тем, что он попадает в зависимость от них. То есть он не может позволить себе поддержать ни одну группировку, чтобы не нажить себе врагов от другой. И балансируя между ними, да, он пытается не дать им усилиться до конца, но видно, что они начинают выходить из-под контроля. А весь его стиль, он не встает на сторону кого-то одного, никогда не вставал. То есть он, позволяя, делая опору на них в своей войне, ну, чтобы избежать недовольства из-за тотальной мобилизации, да, делая опору на них в войне, он начинает от них зависеть. Делая опору на то, что они будут жрать друг друга в междоусобной борьбе и тем самым не усилятся до конца, он начинает позволять им эту междоусобную борьбу. Он позволяет им с каждым шагом все больше и больше. И у меня чувство, что он уже не сможет это прекратить, даже если захочет, потому что, вопреки его расчету, они все равно усиливаются, даже несмотря на эту свою междоусобную борьбу. Более того, их становится все больше. Они привыкли опираться только на грубую силу на оружие, они чувствуют его зависимость от них. Они чувствуют, что он не может от них отказаться. И начинают вести себя все агрессивнее в этой междоусобной борьбе. И пока тенденция идет только в эту сторону. То есть, что рано или поздно они начнут выяснять отношения между собой не путем истерии, а путем оружия. Потому что, ну, Кремль взять легче, чем Бахмут. Я думаю, это уже очевидно. Бахмут они сколько месяцев взять не могут. Ну, пока так. На прошлой неделе мы думали о том, что Украина начала контрнаступление. И все, собственно, благодаря истерике, которая была в российской пропаганде, и Пригожин, в том числе, различные заявления так называемых военкоров российских, все это говорило, что вот контрнаступление началось. Пригожин постоянно кричал, что какие-то отряды регулярной армии покидают свои позиции и так далее. Действительно, главный у нас ньюсмейкер теперь пригорит. Да, 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 потому что мы узнаем от него. Но я хочу сказать, что сейчас, спустя неделю, мы видим, что контрнаступление по факту не началось. Зеленский в Европе до сих пор ведет переговоры о каком-то вооружении. То есть, как показало время, контрнаступления нет. А истерика в российском обществе на высоком уровне, получается, так. На самом деле, я бы не сказала, что его нет, просто тут важно привести реальность в соответствии с ожиданиями наших, да? Потому что ждать масштабного контрнаступления, при котором будет освобожден Донбасс и Крым, ну, это нереально. Потому что мы уже говорили раньше, что для такого контрнаступления нужно подавляющее преимущество в воздухе. Это истребители, его пока нет. И поэтому просьбы оружия, они будут все равно продолжаться. Потому что нет оружия, достаточного для успешного контрнаступления, массового вот такого победного, да? А контрнаступление ограниченного масштаба, оно, да, действительно происходит на каком-то уровне. То есть, просто не нужно было ждать чуда. Собственно, кто следит за этой войной внимательно, чудо и не ждет. Я надеюсь, что это точно так же трезво оценивается на Западе. Будет очень жаль, если на Западе этого чуда ждут. Потому что российская пропаганда очень надеется, что провал контрнаступления приведет к сокращению военной помощи Украине. Вот они сейчас активно качают нарратив, что вот если с контрнаступлением не получится, то Украину начнут принуждать к переговорам. И это, конечно, не хороший сценарий. Потому что украинское общество явно не примет такой вариант. И это ни к чему хорошему, кроме дестабилизации и, соответственно, усиления войны со стороны России не приведет. Поэтому я как раз очень надеюсь, что и мы, и на Западе перестанут уповать на священную коробу контрнаступления. Потому что ставить в зависимость от него военную помощь Украине – это опасно. Ставить в зависимость вообще весь политический расклад – это опасно. Потому что оно не будет сейчас каким-то фундаментальным. Если российская пропаганда, если россияне готовят к этому населению и как бы рассматривают такую возможность переговоров, значит, они рассматривают это в ключе позитивным. То есть Россия хочет переговоров, правильно? Россия хочет заморозки, чтобы набраться сил. Мы, по-моему, я не помню, говорили ли в этом эфире, что Путин войну остановить не может. Не может по многим причинам, потому что он сделал войну с тишневой основой своего режима сейчас. Здесь напрашивается вопрос, а хочет остановить? Вот мы не знаем, чего он сейчас хочет. Да, очень трудно залезть в голову. Но то, что он не может, просто по внутренним причинам не может. Дело не только в Пригожине, Кадырове и прочей партии войны. Дело в том, что все больше действительно общество вовлечено в эту войну. То есть все больше людей, которые действительно воевали и которые даже если не воевали... Смотрите, сейчас любой муниципальный депутат строит свою предвыборную кампанию на том, что он что-то делает для фронта. То есть любой политик понимает, что его поддержка населением зависит от поддержки войны, потому что это создает иллюзию, что он с народом. Народный кандидат, смотрите, он не в Куршевель едет отдыхать, а он вот с нашими ребятами на фронте. Вот эта вот иллюзия. Что общество очищается. Это стало главным критерием лояльности всех, начиная от школьных учителей, вузовских работников, политиков, муниципальных депутатов, вообще всех. То есть общество втягивается в войну, это не статично, это динамика. И люди, которые втянулись, требуют себе больше преференций, чем другие. Поэтому вот эта вся динамика, люди, которые зарабатывают на войне, люди, которые наживаются на войне, Путин на них сейчас сделал ставку. И их число растет за счет вот разных форм вовлечения не только непосредственно вооружений. То есть те, кто примкнули, они считают, что все, им терять нечего. Они ставку сделали на войну. И закончить ее, более того, общество действительно не то чтобы консолидируется на этом фоне, но на этом фоне задавлена вся оппозиция. То есть в мирное время рейтинг Путина падает, мы это уже видим. Он не способен, не просто экономическое благосостояние улучшить, он не способен соответствовать ожиданиям людей, которые во многом пропагандой сформированы. Иллюзию соответствия этим ожиданиям он может поддерживать только в ситуации войны. И получается парадоксальная ситуация. Вот эта вот накачка, да, что контрнаступление, это ведь все нужно для того, чтобы опять мобилизовать людей. То есть чтобы максимально достичь единства общества. Вспомним этот шаман, да, с клипом «Мы», когда и сам клип, и его презентация на телевидении, это просто уже выглядит прямым цитированием антиутопий, классических антиутопий, когда говорят «нет, больше никакого я, нет каждого по отдельности, есть одно только мы». Они даже не понимают, что они цитируют фактически антиутопии. То есть есть постоянные призывы к мобилизации, к единству, то есть, условно говоря, к поддержке власти. То есть вот эти призывы к мобилизации и консолидации нужны для чего? Чтобы обеспечить путинский рейтинг, вот эту поддержку власти, с одной стороны. А с другой стороны, власть боится, что настоящее вовлечение людей в войну вот именно с оружием в руках приведет к росту таких, как Пригожин, которые придут с этим оружием и начнут качать права. У них абсолютно двойственная ситуация. Им, с одной стороны, важно сохранять равнодушие и атомизацию общества, при котором все сидят по углам и нет никакого протестного движения, и нет никакой опасной для государства активности. И их социологи об этом говорят, что атомизация друг империи, не надо перебарщивать. Вот люди сидят по своим углам, и нас это устраивает. А с другой стороны, для того, чтобы обеспечивать поддержку, им нужен вот этот постоянный режим военной мобилизации, консолидации и так далее. И пока они могут пройти между Сциллой и Харибдой, почему истерики идут в СМИ? Потому что люди, видя эти истерики, внутренне мобилизуются, но это их не отрывает от их привычных занятий. То есть вот этот градус истерии, его надо поддерживать, но при этом людям пока дается выхлопная труба, иллюзия, что они могут на что-то повлиять, иллюзия, что они могут приблизить к победу. Например, вот поистерить, потребовать ядерного удара, писать доносы друг на друга. Вот тоже интересная форма участия и неучастия одновременно. То есть люди никак свой образ жизни не нарушают тем, чтобы уже говорить, настоящая эпидемия доносов. Ну, вот публиковали интересно статью, интервью с Ксенией Кротовой, по-моему, доносицей, серийной доносицей, которая уже по тысячу доносов написала, делает это, в общем, практически на профессиональной основе. Ее мотивация, ну, вот потому что она боится проиграть и платить потом репарацию Украине за счет своих налогов. То есть, ну, понятно, что войну нельзя выиграть написанием доносов на своих сограждан, которые там что-то где-то прокомментировали в СМИ. То есть это абсолютная иллюзия участия. Но эта иллюзия дает ей ощущение, что она приближает победу, потому что людям внушили, что без... что эту войну можно закончить только победой. Без победы России нет шанса выжить. Без победы Россию уничтожат. Вот они думают, как они приближают победу. И вот им нужна иллюзия приближения победы без нарушения вот этой атомизации общества. Доносы они ведь не сплачивают, они только разобщают. Люди перестают верить друг к другу, перестают вообще с кем-то общаться, начинают бояться всего. То есть репрессии и доносительства, оно создает атмосферу тотальной разобщенности. Нет на самом деле никакой антиутопии, о которой они твердят. Есть просто банальная диктатура. Но вот они пытаются избежать роста пригоженных и тем не менее создать населению иллюзию вовлечения в войну. Но такого, чтобы они не пошли с оружия в руках свои права защищать. Это два взаимоисключающих тренда. Их поддерживать одновременно долго не получится. То есть рано или поздно те, кто вовлечен в войну по-настоящему, будут вести себя как пригожин, их будет много. И это уже не точечные бандиты, просто возвращающиеся зэки. Это сформированные добровольческие батальоны в разных регионах. Разные ЧВК с разным командованием, с разными элитными группами, которые за них стоят. Да, Россия действительно превращается в Сомали. А разрозненное запуганное население, обычное, оно будет тихо сидеть, оно действительно запуганное и разрозненное. И оно этому разгулу ЧВК ничего противопоставить не может. Вот у меня есть вопрос как раз касательно населения. Pew Research Center в Америке говорит о том, что количество людей, которые хотели бы остановить или прекратить помощь Украине, таких людей становится больше с каждой неделей. И люди говорят... На Западе. А что? На Западе, да? Да, да, в Соединенных Штатах. То есть люди говорят о том, что вот властям, Белому Дому, нужно меньше помогать Украине и больше взглянуть, больше и серьезнее взглянуть на внутренние проблемы. Это один момент. То есть люди устают потихонечку от войны в Украине. Это первый момент. Второй момент. На минувших выходных буквально я общался с украинцами, которые приехали сюда по программе You4You. Это взрослые люди, это не молодые, это люди 60 с лишним лет. И их точка зрения меня несколько удивила. Я бы сказал, что она простая. Вот они говорят, нам уже все равно, кто будет из этих властей, нам все равно, кто будет, лишь бы война остановилась. Вот такая точка зрения тоже есть, потому что люди устали, люди потеряли дома и бизнес. Ксения, вопрос касательно людей в России теперь. А вот эти люди, которые, вы говорите, вовлекаются в войну, участвуют постоянно, пишут доносы, они когда-нибудь устанут от этой войны тоже? Социологи российские говорят, что вот эта усталость общества от войны придет к концу второго года. То есть, к сожалению, пока задел есть, потому что общество западных стран не живет в режиме мобилизации, а россиян искусственно вот этими истериками поддерживают в режиме мобилизации. То есть, это во-первых, а во-вторых, мы уже говорим, да, усталость основного сегмента общества в каком-то смысле фиксируется уже сейчас. То есть, по крайней мере, как это фиксируется? Социологи говорят, что внимание к новостям из Украины начинает падать. Люди меньше просто начинают читать эти новости в России. То есть, основное вот это вот аполитичное большинство, у него действительно падает интерес. Оно пытается жить своей жизнью. Но мы говорим, вот это, вот в отличие от западных стран, почему в России не боятся таких тенденций? Потому что это аполитичное большинство ни на что не повлияет. Оно запугано вот этими доносами, оно разобщено. Оно боится слова сказать против внешней вот этой вот патриотической мобилизации, потому что ты попадешь в ряды предателей и изменников в военное время. То есть, они стараются, мы же говорили, да, о конформизме. И самое опасное здесь, что конформизм внешний – это еще полбеды. Ну, то есть, там, молчать и обсуждать на кухне. Советский конформизм внешний, поздний советский. Поздний советский внешний конформизм. А люди идут по пути конформизма внутреннего. То есть, они стараются поверить в пропаганду, чтобы не нарушить внутренний комфорт. Внутренний конформизм опаснее, потому что он делает многие процессы необратимыми. То есть, с одной стороны, да, внутренние конформисты мало чем отличаются от внешних в большинстве своем. То есть, они поверили в пропаганду, они получили то объяснение, которое их успокоило, и все, перестали читать новости. Дальше им неинтересно. Но, с другой стороны, они становятся группой риска, потому что, если ты уже поверил, неважно, по каким причинам ты поверил, потому что ты изначально был имперец, или просто потому что ты конформист, и тебе так легче. Неважно уже, почему ты поверил. Но, если ты поверил в пропаганду, тебе труднее рассчитать, как далеко ты можешь зайти. То есть, если ты уже поверил. И эти люди действительно втягиваются все дальше в это вот оправдание военных преступлений. Я боюсь, что это необратимый процесс. То есть, внутренний конформист, он чреват ростом. Вот это вот все-таки про военные части. Но основное большинство, да, оно уже устало, но оно ни на что не влияет. А на Западе, когда люди устают, это влияет на правительство, потому что эти люди потом не проголосуют за конкретных политиков. И на это путинский расчет был всегда. Что время работает в его пользу. Так было в 2014 году точно так же, когда сначала казалось, ну, аннексия Крыма, война на Донбассе, санкции. А потом, ну, видно было, что Европа хочет вот вести бизнес as usual. И мы все это уже проходили, и украинцы оттаяли абсолютно. И я ездила в Украину, я видела, что совсем другие настроения в 2019 году и в 2015 году, например, в той же Украине. Потому что люди, нормальные люди, хотят мира. Это естественно, и это психологически естественно, и оправдано. И Путин играет на этом. Поэтому мы с самого начала говорили, что тянуть кота за хвост, это опасно. Потому что он заходит все дальше, а Запад наоборот. Все меньше готов со временем как бы в этом участвовать. И время играет здесь на пользу России, и этот хвост надо рубить жестко, его не надо рубить по частям. Иначе будет вот это. К сожалению, мы сейчас ровно это и видим. Мы это предсказывали в самом начале, когда говорили, что если вот Запад будет тянуть, тянуть с поддержкой, тянуть с поставками вооружений, то есть смотрите, ведь вот очень многие вооружения, которые сейчас все равно поставляются по факту, вначале Запад просто категорически резко отказывался их поставлять. Но в результате все равно мы приходим к тому, что они поставляются. А почему это нельзя было сделать сразу? Вот эти много месяцев, они зачем? Это самый главный вопрос, почему мы тянем столько времени, и поэтому возникает вопрос, почему сейчас стороны в таком тупике, и в общем-то все друг на друга смотрят и не понимают, что дальше. Ксения, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это была аналитик James Town Foundation Ксения Кириллова. И это все на сегодня. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова